росли все кроме меня причем прогрессировали дико и бешено и связывали это со мной это было удивительно и очень больно помню даже эпизод в душе когда я такой ну чушь такое блин чушь я проклят что ли вообще ничего не получается прежде чем честно с собой разговаривать надо как раз сдаться сдаться это принять что я могу быть фундаментально неправ всем привет привет я младенцева оля автор канала и сегодня мы с вами посмотрим в тему развития на примере личного пути моего героя он очень много попробовал на себе инструментов развития и как мне кажется добился интересных масштабных результатов сегодня моя первая съемка не в москве и я первый раз в дубае мне волнительно я не на своей территории поэтому ставьте лайк этому видео поддержите меня пишите какая мысль из нашего разговора запала вам больше всего а мы начинаем и мой герой сегодня михаил дашкиев миша привет привет всем привет привет я начну с того что чуть-чуть о тебе расскажу моими глазами потому что есть ощущение что в предпринимательском мире тебя очень хорошо знает ну вот прям говоришь михаил дашкиев все таки ну да дашкиев точно а в мире более широком как будто знают меньше то есть сегодня ко мне пришла мастер по макияжу говорю я записываю михаил дашкиев на грех его нет в моем инфопузыре такую очень интересную метафору привела и поэтому хочу чуть-чуть тебя подраскрыть для меня ты человек который очень большой вклад внес в предпринимательство в россии в развитие тех людей которые развивают по сути тех людей которые создают для меня это трушно для меня это отзывается ты был вкладом и в развитие меня как предпринимателя в том числе и все это благодаря проекту бизнес молодость сколько человек всего прошло программу за время существования сотни тысяч я думаю сотни тысяч плюс минус к миллиону в россии 4 миллиона зарегистрированных юридических лиц из низ из них активных ну типа процентов 50 наверное да и из них 50 процентов соприкоснулись с твоим проектом это очень мощно это нереально масштабно после этого сколько прошло уже времени с момента закрытия 5 лет мама дорогая 5 лет и при этом я прошла две программы когда проект существовал после этого мы с тобой соприкоснулись именно благодаря этому проекту я познакомилась основателям нескучных финансов собственно где я являюсь пиар-директором уже пять как раз лет потому что познакомились мы именно тогда и дальше получается мы с тобой периодически встречаемся на советах директоров и после проекта у тебя уже случился ряд традиционных бизнесов таких серьезных и сейчас вокруг тебя снова разворачивается история связанная с развитием людей но это то как вижу своими глазами я расскажи от себя где твоя энергия где твое внимание сейчас что ты делаешь у меня такой действительно необычный период жизни когда я его называю транзитом и он такой переходный из одной роли роли предпринимателя роли спикера я организую свою жизнь таким образом чтобы перейти в другую роль роль исследователя роль ученого ну я не могу я не строю иллюзий что я стану таким полноценным ученым да потому что я пропустил весь тот период подготовки там академической до лабораторной но меня очень тянет в науку не очень тянет вот я сейчас достаточно плотно занимается нейрофизиологии начал изучать органическую химию и вот принципе меня очень тянет вот это вот исследование чего-то большого фундаментального человека человеческого планетарного и поэтому энергия лежит туда и на данный момент я занимаюсь организацией вот этого перехода это достаточно интересный момент когда я организовываю там family office для управления активами и финансами я организую там инвестиционную вот как раз составляющую бизнеса управляющую компанию между всеми проектами и моя задача выйти из сократить бизнес деятельность процентов на 80 и освободить время для вот вот этого интересно предприниматели понимают тебя когда ты вот говоришь кто-то понимает кто-то не очень достаточно некоторым необычно когда я говорю я убрал идею например там зарабатываю не максимума денег я прям зафиксировал для себя цифру когда я сказал вот нет столько достаточно это достаточно большая цифра по меркам и многих предпринимателей в том числе но тем не менее это достаточно для меня было так радикально отказаться от вот этой мы делаем миллиард там долларов и все такое нет мы не делаем ну то есть я прям себе четко сказал вот мне нужна там стабильная цифра все соответственно я организую жизнь таким образом чтобы она была максимально надежная стабильная не требующая большого количества моего времени соответственно я занимаюсь теперь другим да не все понимают потому что такие вот классические предприниматели они оценивают свое время свое внимание с точки зрения того влияет на доход или не влияет вот мы как бы ерундой занимаемся или настоящей работе эффективность да эффективность и все то есть надо вот что-то делать я же намеренно иду в деятельность которая точно не влияет на мой доход а что для тебя наука ну то есть вот твоя реализация чтобы ты хотел чтобы стало твоим продуктом в науке твоим результатом возможно но честный ответ я еще не знаю у меня есть предчувствие у меня есть предчувствие что на стыке как раз нейрофизиологии психологии на стыке искусственного интеллекта и на стыке моего опыта эмпирического достаточно большого опыта и насмотренности влияния на предпринимателей это такие ребята которые влияют на реальность и в этом смысле через них влияние на реальность возможно что-то родится а может и нет поэтому я сейчас начинаю впитывать некую теоретическую базу интересно то есть я изучаю устройство мозга разные отделы мозга и устройство нейронной клетки я изучаю все как это работает на уровне белков у меня буквально за за один герой до тебя был вячеслав дубынин ухты вот я его и смотрю это просто потрясающе это было взахлеб мы не могли остановиться разговаривать я смотрю его безумно интересно как раз его лекции я читаю его книги в том числе этому недавно мне подарили кстати книжку подписью мозг было очень приятно друзья чтобы дать вам от меня и от моих героев еще больше вдохновения мы подготовили специально для вас сборник мыслей героев моих выпусков это такой концентрированный заряд идей заряд вдохновения вам на каждый день чтобы забрать этот сборник подписывайтесь на мой телеграм-канал и скачивайте его совершенно бесплатно моем телеграм-канале я делюсь инсайтами осознаниями после разговоров с моими замечательными героями рассказываю о том кто будет следующим на канале еще до того как вышел выпуск подписывайтесь чтобы быть нам чуточку ближе вот и поэтому на данный момент я просто регистрирую что меня прям тащит туда тянет туда то есть мне нравится поглощать эту информацию потому что это как-то формирует мое представление о мире обогащает его и при этом это делает очень понятным то что я чувствовал интуитивно или на опыте вот мы зачем-то же отправляли там предпринимательные экскурсии или объединяли их группы например там в десятке или например там давали мотивацию или артефакты там достижения целей когда там кто-то покупал себе там что-то приятное и так далее а сейчас я нахожу этому нейрофизиологическое обоснование интересно а если взять твое сообщение сейчас если оно есть такое мета сообщения в мир в публичном поле про что ты я бы сказал наверное про гармонь гармонию вот это наверное мое сейчас ключевое слово я раскрываю изучаю для себя гармонию гармонию и дисгармонию и процесс который я стараюсь собой производить и транслировать другим в том числе это процесс гармонизации то есть это чего-то негармоничное переводить в гармоничное и гармония это не обязательно масштабирование гармонии не обязательно заработать больше всех денег гармония наверное максимально близка к некой такой природосообразности вот тюльпанчик он растет из земли и он не растет квантово там он не вырос там фигак там и стал супер миллиардером тюльпаном растет плавно формируется его клеточная структура корневая система он исполняет вот такое свое предназначение и в этом смысле и жизнь человеческая это тоже набор гармонии дисгармоний как правило то что гармоничное достаточно легко увидеть от этого глаз радуется вызывает приятные чувства внутри с рядом с гармонии есть интерес удовольствие радость восхищение какое-то такое мягкое дисгармония тоже видна там где есть обида злоба там где есть конфликты там где есть напряжение разрушения там здесь неэффективность там где есть много боли это дисгармония и вот в какой-то момент я понял что я тоже состою из гармонии дисгармонии и моя жизнь это совокупность гармонии дисгармоний я начал обращать внимание на свои дисгармонии на то что у меня не получается на то где я хожу по кругу там где я бьюсь головой об стену там где возникают неприятные неожиданности с которыми мне приходится сталкиваться которые показывают мою неадекватность наверное мне удалось обнаружить что когда ты не отводишь взгляд от этой дисгармонии а когда ты можешь превратить ее в гармонию то есть условно уладить какую-то проблему или исправить себе какое-то качество или решить прям какую-то конкретную область при том что конечно идти туда очень неприятно и быть в этом неприятно но на выходе меняется жизнь в целом то есть вот эта дисгармоничная область своей видимо высвобожденной энергии потом которая нужна была на ее обслуживание она перераспределяется везде причем самым правильным образом и вот как недавно я с марией с моим преподавателем по нейрофизиологии говорил наверное вырастает такое интегральное ощущение качества жизни то есть вот есть такое ощущение качества жизни жизненности вообще то есть ты доволен жизнью уровень счастье вот разрулил какую-то дисгармонию и вот оп этот в целом поплавок такой он поднялся на несколько пунктов я когда думала о чем хочу с тобой поговорить я смотрела все интервью с тобой просто изучала чтобы наполниться информацией поняла что точно не про бизнес потому что все на эту тему уже сказано поняла что точно не про успешный успех и там хэй как хакнуть систему чтобы значит сделать супер результаты тоже на эту тему все сказано и я пришла как раз к тому в чем твое мета сообщение ты мне сейчас сказал к тому а что происходит внутри человека что после этого происходит какой-то очень поток что-то большое рождается что-то случается какая-то победа происходит и она происходит как-то так естественно и быстро и твой путь как мне кажется он совсем не случайный вот просто так в моей картине мира мне кажется что не случилось бы то что у тебя было в жизни то есть что-то происходило иначе ты человек такой живешь в чебоксарах учиться в школе ну все то есть заканчиваешь школу все идут в университет знать что там потом работа по специальности ипотека жениться ну и собственно я наблюдала у девяносто восьми процентов людей вокруг себя я не знаю как ты у тебя тоже такое было что люди ну вот они в целом живут по как-то вот понятному сценарию по понятному сценарию а ты такой короче оп и большой проект оп и на всю россию оп и 50 процентов предпринимателей страны вовлечены в эту движуху вот что в тебе произошло внутри в том мише который какие-то решения скорее всего принял что-то увидел что там было ответ сплав несогласия мечты о о неком не то что идеальном мире о том мире где хочется жить и вот этот сплав как раз когда ты не готов отказываться вот от мечты и ты видишь что текущая реальность это не мечта и вот ты с ней не соглашаешься даже при том что все так живут и ты допускаешь что все могут быть неправы вот это наверное вот первая такая спусковая точка то есть это кризис это определенный кризис кризис который создает напряжение кризис который создает неприятие отрицание да такое вот ну даже не отрицание а некую боль ну переживание когда эта боль накапливается доходит до определенного порога то как раз дальше уже в моем случае это было такое принятое решение которое больше никогда не нарушалось а как оно звучало или может как ты его ощущал ну у меня это было очень просто я жил в счастливой семье у меня было классное детство на самом деле это кстати вот интересно я у с Гошей Соловьевым я недавно вот общался у меня он был в нечто и он говорил что в его опыте была очень такая богатая жизнь отца предпринимателя а потом когда он остался без отца когда отец ушел из семьи это была жизнь очень бедная наоборот и вот был такой контраст как такой кипяток и жидкий азот да то есть вот такой вот контраст наверное у меня было то же самое то есть у меня был опыт когда у родителей развивался бизнес они были небольшими предпринимателями мелкооптовыми торговали бытовой химией и я наслаждался вот этим чувством прогресса как они новый компьютер купили в офис вот он новый компьютер как они купили там газель новую там расширяются новую комнату взяли да то есть вот офис растет сотрудники растут склад вырастает и я так радовался а потом в какой-то точке произошло такая точка перелома ну на самом деле это было обусловлено тем что пришли крупные федеральные игроки на рынок и их стоимость по которым продавался товар на полках был ниже чем их оптовая закупка и по сути они стали просто не нужны ну лишними в цепочке но вместо того чтобы принимать какие-то решения их бизнес плавно 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 умирал вот я годами наблюдал вот это умирание да я наблюдал как вот закрываются комнаты в офисе как вот уменьшается как вот устаревает там техника как постепенно настроение становится хуже как мы начинаем отказывать себе отказывать себе в том что раньше было доступно то есть если раньше мы могли там поехать куда-то там и так далее то теперь мы уже не едем мы начинаем отказывать себе где-то там в одежде где-то еще в чем-то и вот это вот сжимающаяся такая вот сжимающаяся сжимающаяся такая боль она вызывала как раз во мне бунт а почему почему вот раньше было так а вот сейчас вот так и наверное вот это вот этот бунт выраженный еще потом в одном разговоре я тогда стоял со своей мамой помню в квартире в которой мы много лет так и не могли сделать ремонт а квартира тоже была такая большая достаточно она поначалу была тоже связана с большим количеством там надежд и все мы переехали новую квартиру большую там аж 120 метров тогда это оказалось огромная просто квартира и мы стоим у шкафа с книгами и я ее спрашиваю о чем ты мечтаешь но во что ты не веришь и я помню очень хорошо тогда комнату выражение лица вообще всю обстановку там где росли фиалки там на на подоконнике она сказала я мечтаю о доме зимним садом со своим участком но я даже понимаю что это никогда не произойдет вот она такой приговор как бы себе сказала а у меня в этот момент просто что-то вспыхнуло что-то так вот сильно перещелкнуло и я реально поклялся наверное себе то есть я сделал такой акт выбора то есть я сказал себе что во что бы то ни стало это точно произойдет и действительно прошло сколько там пять лет наверное с тех пор и у родителей появился дом с зимним садом со своим участком то есть он для меня такой был символический я когда-то про него рассказывал закрытый гештальт да ну это был символ такой это символ что ну если ты принял решение и себе что-то пообещал то ты вот будешь это делать потом я вспоминал много раз этот эпизод я думаю что что-то такое произошло то внутри меня почему тогда траектория сильно поменялась как и в некоторых еще точках я стал интересоваться потому что у каждого человека у каждого выдающегося ну человека чего-то добившегося как в принципе мне кажется вообще у каждого человека есть такие поворотные моменты в жизни то есть есть точки бифуркации то что называется когда стандартный сценарий преломляется он идет в другую сторону это такие исторические моменты когда они делят жизнь до и после и вот я стал эти моменты во-первых коллекционировать у разных людей собирать вот эти точки бифуркации и во-вторых их исследовать а что там происходит такого что там происходит в мозгу человека что происходит в его психике и дальше по факту задача была научиться через эти точки бифуркации через эти исторические моменты людей проводить по их собственному выбору как сделать так чтобы ты ну не ждала какого-то супер кризиса а чтобы ты вот могла взять принять решение и вот пойти по новой траектории подхватить раньше да и вот это интереснее этого я ничего не знаю вот круче этого на мой взгляд ничего нет вот это вот этот процесс принятия внутреннего решения процесс вот это изменение траектории изменения судьбы а может следование по своей судьбе тоже там более глубокий вопрос и есть предмет моей деятельности вот я ничего не могу найти что с этим может соперничать я с тобой соглашусь на самом деле очень сильно разделяю я изучаю себя сколько наверное осознанно лет десять уже и наблюдаю вот эти вот внутренние процессы и когда тумблер переключается какой-то штука пробка какая-то выпадает и получается раскрыться это очень интересно и что я еще в себе наблюдаю последнее время что я сама себе и мешать могу конечно то есть что я сама себе могу не давать могу создавать сопротивление хотя меня просто несет то есть мир просто орет со всех сторон а я вот значит ну не пускаю и вот здесь интересно проект полетел то есть вот на этой энергии ты переезжаешь ты в москве происходит запуск проекта бизнес молодость и он начинает лететь ну он не в один шаг до этого было три года когда ничего не получалось опс нюанс я кстати о нем не знала про этот нюанс ну как что-то получалось но это было такое прям выстраданное на самом деле ну то есть много не получалось через напряжение да я помню даже эпизод в душе когда я такой ну чё ж такое блин чё ж я проклят что ли вообще ничего не получается да интересно и потом потом начало получаться ага а эта точка тогда с чем связана когда начало получаться да что поняли ну она вообще если честно связана с книгами мой дед когда-то мне это рекомендовал книги кастанеды и так далее вот я начал читать там трансерфинг я помню там кастанеду я вот иду там и вот это вот все у меня варится в голове и вот бах и начал в жизни мелькать петь тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык вот это такое мне кажется очень было необыденное событие понимаю потому что у меня точно такая же цепочка я взяла книгу Свияша на полке книжном что делать когда все не так и хочется мне было двадцать там что-то один по-моему год и после этого запускается цепочка а там были какие-то базовые медитации благодарности и значит прощение что-то вот такое и я начинаю это в голове крутить и просто как будто освобождаться потихонечку энергия начинает да и мы понимаем что как раз книги это же что такое это новый такой смысловой контекст это новый взгляд на мир читая книгу и проживая те же самые события ты видишь их по-другому по-новому и то что с тобой тоже произошло там когда ты когда-то там с нами познакомился мы тоже создали такой новый смысловой контекст контекст где были видны возможности контекст где были соответствующие там интересы где бизнес начинался с первой сделки где была стрелочка кружочек и квадратик да то есть вот такие достаточно простые идеи и соответственно вот этот смысловой контекст он уже и создавал новые действия новое поведение людей которые давали новые результаты вдохновляли друг друга и вот как попкорн вот так вот все по факту вы же сделали первое образование где не диплом был результатом ну типа не корочка а вот изменение реальности количество денег да и какие-то новые пазлы которые у тебя случаются в результате этого обучения и меня тогда это зацепило потому что я же в танцах была очень долго в танцах ты не обманешь ты вышла на сцену и ты накосячила не в бит это видно всем и меня очень сильно это зацепило я пошла за этим но я думаю что и именно это такой резонанс вызвало с одной стороны суперпозитивный а с другой стороны негативный потому что недавно тоже об этом думала людям проще осудить и обесценить чем принять что нужно взять на все ответственность и вот мне кажется что короче точка отчасти это так отчасти анализируя например количество там хейта или негатива я понимал что это все таки последствия и нашей неадекватности в том числе и нашего нездорового эго в тот момент в том числе где-то лишнего эпатажа где-то излишней напыщенности где-то надменности где-то ощущение что мы там поймали птицу удачи за хвост поэтому да ну вот в этом то и есть наверное красота жизни что и самые классные вещи соседствуют супер уродливыми на другой стороне медали то есть и гармонии и дисгармонии одновременно все переплетаются то есть делали мы что-то крутое стопудово создавалось ли тогда что-то не крутое тоже вот и вот как раз это видимо был период нужен чтобы это все отрефлексировать перестать делить это на черное и белое перестать думать это было плохо или хорошо а разделить это что это было и плохо и хорошо отновременно а плохо и хорошо это ли paperwork оценка ума в этом смысле это не плохо и не хорошо это ну как бы это и то что нас сформировало это что обусловлено обусловлено реальность и закрыла какие-то другие вещи возможности то есть его с этим во всем теперь надо разбираться. Очень интересный квест. Вот оно полетело. Спустя какое-то время. Все, вы спейте. Оно полетело. Мне было страшно и не хотелось сжать, ну, затормозить, замедлить. Типа а-а-а, все очень быстро, неконтролируемый, неуправляемый хаос. Нет. Честно, нет. Страха такого тогда не было. Было непонимание, вот как раз, когда нарастало количество хейта, была такая обида и несправедливость тогда. Типа, за что? Типа, за что? Мы же делаем классные штуки. Вот. Вот это чувство было. Но такого страха, что сжаться не было. Наверное, он возник потом. Как будто пост этим. Да. Получается, следующий этап, ты выходишь из проекта. Да. Ты внутренне принимаешь решение, что все, ты выходишь. Ты обнулился. Да. То есть, по факту, ты с большого масштаба, с большого дохода уходишь в тишину. Да. Чтобы обнуляться для тебя, это как? Было больно? Нет. Не хотелось отпускать? Нет, вообще нет. То есть, решение было раньше. Как ни парадоксально. Да, во-первых, решение, наверное, зарело уже несколько лет. А во-вторых, наоборот, было чувство легкости. Мне очень повезло, видимо, то, что я до этого проработал уже в себе вот этот страх остаться без ничего. У меня были истории, когда я ездил в другой город без денег. У меня прям был такой страх. А что, если я потеряю все? А сейчас у меня нет такого страха, потому что я уже проживал этот опыт, когда вот у меня ничего нет и в игровых формах, и не в игровых формах. И поэтому у меня есть тотальная уверенность, что в любых обстоятельствах я смогу себя обеспечить, я смогу выйти на ту нужную стабильность, что возможностей огромное количество. Это правда. Это действительно правда. То есть вариативности огромное количество. То есть все потерять невозможно, если только ты не потерял все внутри себя. Вот если ты сам внутри продал себе идею, что ты все потерял, тогда действительно мир отразится тем же самым. Но все потерять невозможно. И в этом смысле не страшно. И после этого ты ушел, ты работал. Я послушала в подкасте у Соколовского, как раз ты рассказывал, что ты просто стал таким менеджером, по факту. Ну, то есть таким выстраивателем систем, бизнес-систем. Я начал, я продал себе идею, что теперь я без личного бренда, и мне нужно что-то, что вообще от меня никак не зависит. Это не зависит от личного бренда. Вот я буду теперь управленцем, регулярным менеджментом, менеджером, архитектором систем. Классно. Это твое? Отчасти. Отчасти это мое, и опять же вот опять нет черного и белого, да? Это было началом большого кризиса, который потом вытолкнул снова меня наверх. И такой ходьбы по кругу. Когда я строил суперсложные системы, когда работали сотни человек, какие-то мы придумывали, кстати, как сейчас я понимаю, инновации в маркетинге, которым потом пользовался весь рынок. Возникли диагностики тогда у нас там, возникли ледмагниты, вот эти все вот эти бешеные штуки. То есть реально смотришь, там космический корабль, но почему-то этот космический корабль не взлетает. Ну почему-то вот он скребет по потолку и не развивается. Надо дать должное, что тот опыт дал мне в текущей реальности наличие как раз тех систем регулярного менеджмента, где нет моего участия, но где я по сути ими пользуюсь, и которые работают без меня, да? И в то же время именно вот эти все системы, пересистемы, они создали такое абсурд-усложнение. Они создали новую почву для кризиса, когда мы делаем огромное количество всего, ты вроде все понимаешь, ты вроде других учил тому же самому, но в твоем случае это не работает. И это, конечно, жутко, потому что тогда я в какой-то момент прям понял, что я усложняю, мне каждый утюг говорил, что я усложняю, во-первых, а во-вторых, я понял, что мой мозг, мой ум производит то, что не работает, то, чему я не могу доверять. То есть ты как бы сам себе создаешь то, чему не можешь доверять. Да, какие-то лабиринты. Я создаю зеркальные, и вот я по ним хожу. И ну, и опять это был такой пик такой какого-то абсурда, когда я застрял и не мог развиваться. Как психологи говорят, почему тебе это было выгодно, Миша? Это было выгодно, я не знаю, как психолог или не, как психолог отвечу, чтобы как раз проявить то, как вообще ум работает, то, как работает ум, как работает эго-механизм. То, что в какой-то момент я дошел до такой стадии, что я такой, так, вот это, то, что производит мое восприятие и понимание вообще мира, жизни, то, что принимает решение, походу, вот в этом есть какой-то глюк, его надо перепрошить. В то же время я понял, что я не смогу это сделать им же. Вот это было второе понимание, что, окей, я что-то вроде понимаю, что-то делаю, но я этому не доверяю, то есть я, первое, перестал, начал сомневаться не просто в себе, ну, в себе я сильно сомневался, а в том, как я вообще думаю. Это первое, а второе, а когда ты сомневаешься в себе, ты понимаешь, и что я теперь сделаю, если я условно неадекватен, как я могу из этой неадекватности что-то починить? И тогда я просто понял, что мне нужно что-то более сильное, чем я сам, чтобы через это пройти, что надо как-то побороть, я тогда этот термин использовал, свой ум, свое эго, вот всякие такие вещи. Я получил это. По сути, группа является вот этим феноменом. Так вот, у меня тогда был мастермайнд, и именно мой мастермайнд меня и разлочил. Потому что, когда у тебя в группе сидят миллиардеры, 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 и действительно там совокупный бюджет какой-нибудь страны небольшой, и мне тогда было удивительно, а что они сидят? Они же видят все, понимают, ну как бы, почему они ко мне ходят? Видимо, я что-то все-таки, ну, делал ценное, и... А что они сказали? Почему? Почему идут за тобой? Потому что я могу в других производить эти вот изменения. то есть я это вижу у других, я это делаю, ну как бы, потому что то, что я создаю, это очень ценно. Благодаря этому они сами трансформируются, меняются, растут. И так действительно было. То есть росли все, кроме меня. Ну, понимаешь, да? Росли все, кроме меня. Причем прогрессировали дико и бешено, и связывали это со мной, ну, с этим мастермайндом. Это было удивительно. И очень больно. И удивительно. В какой-то момент как раз я вдруг понял, что эта группа стала более сильной, чем я сам. И вот если обычно в такой тренерской деятельности вот есть ты как тренер главный, у тебя есть, в общем, твои слушатели, ты можешь там крутить, выкручивать как угодно там смыслы, где-то даже манипулировать, где-то что-то еще, то тут такой фокус не пройдет. То есть если группа более сильная, чем ты сам, любая форма фальши, манипуляции или неискренности, любая форма неправды или выдачи желаемого за действительное, она мигом скрывается. И у меня остается только один, по сути, путь. Это быть максимально правдивым, максимально честным. Даже в том, что у меня не получается. Ну, в общем, там тебя это. И да, у меня случился разбор. И это, конечно, было для меня очень страшно. Ну, по сути, вот признаться в том, в чем я не мог признаться. Когда я признался, никто особо не был шокирован, потому что все и так все понимали. Я просто произнес то, что им и так было видно со стороны все эти годы. То есть ничего нового они не услышали. А вот для меня это было новое, потому что я тогда понял, что такое правда. Когда я говорил эту правду, что у меня там не получается и так далее. Я видел, как у меня все тело как бы реагировало, сжималось. То есть это тоже для меня как для исследователя было интересно. А почему при определенном типе разговора все тело реагирует и скукоживается? И после того, как вот несколько таких разговоров ключевых случились, опять реальность начала меняться, трансформироваться, прогрессировать. То есть если так свернуть все это, то тогда произошел новый такой квантовый скачок. Это как раз та точка, где ты пошел снова в публичное поле, где ты стал проявляться. Да. И там быстро... Чуть пораньше. Чуть пораньше. Да. И там быстро и легко начались результаты. Да, мгновенно. Причем кратно больше, чем когда-то тогда в БМовское время. Тише, но больше. То есть ты просто сам себе признался, что у тебя вот это получается? Я, наверное, очень хорошо понял, что такое усложнение. Я понял, что усложнение это создание лишних сущностей там, где они не нужны для обслуживания потребностей своего ума, собственно, и условий к результату, который выглядит как «это не считается, так не считается, так не примем, так не считается», которые нужны, опять же, только тебе. Почему-то ты себе продал идею, что вот это то, что ты делаешь, либо создаешь лишнее, либо создаешь себе специальные самоограничения, самоусловия. Это, ну, это имеет какое-то значение. Когда вот эти условия были сняты, собственно, все и случилось. просто я начал играть ту роль, которую, ну, я должен был играть по факту, на которую мир всегда реагировал позитивно. И при этом эти же изменения случились и во всех остальных проектах. И, скорее всего, операционные менеджеры начали появляться. Появились операционные менеджеры, да, сильные операционные менеджеры, упростились модели, упростились и стали гораздо более выгодными, сами нащупались продукты, на которых можно теперь было сделать ставку. То есть это, ну, действительно удивительная такая штука. Это настолько удивительная вещь, вот когда я это переживал, я такой, как будто вот я ходил, ходил по кругу, ходил, 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 а тут вдруг вот открылась дверь, знаешь, и вот свежий воздух. И там волшебная страна. Вот примерно так. Ну, то есть это действительно фантастически. Но до этого, опять же, был тот же самый механизм. Был определенный кризис, было признание некой точки невозврата. Ну, то есть пика кризиса, некого болевого порога. Дальше было то, что можно назвать словом «сдаться». То есть я сдался, я перестал держаться за свою правоту, я перестал держаться за свое миропонимание. Я такой, все, я ничего не понимаю. Давайте я вот кого угодно готов слышать. Затем всегда это сопровождалось телесными реакциями, ощущениями, какими-то вот такими штуками. и выбросом в такое новое действие, которое раньше было бы невозможно, не потому, что не было ресурсов или не было каких-то знаний, а потому, что была какая-то залочка внутри. Получается, ты сейчас по факту алгоритм разложил, как ты действуешь, когда у тебя вот этот вот... Ну, да, да, конечно. Только это из кризиса. Ну, да, это из кризиса, а я как раз понимаю, что кризис — это тогда, когда нас условно трансформирует сама жизнь. Когда не трансформируется, уже невозможно. Вот этот как раз объем накопленной боли, он делает невозможным неизменение. Ну, ты понимаешь, что вариантов нет. По-любому надо поменять. Ну, все, уже как бы конец. И это такой рикошет. И также я понимаю, что необязательно доводить до такого уровня боли. И это тоже во мне, слава богу, случалось. Когда я понял примерно, как это работает, ну, то оказалось, что похожий процесс может происходить по собственному выбору. Отсюда вопрос, какой алгоритм? Потому что я записала очень классную штуку, которую ты давал, и, наверное, очень хочу с твоего позволения поделиться со зрителями тоже. Алгоритм трансформации личности, который мы разбирали, ты им делился. Ротокол трансформации. Да. Да, могу. Вот, то есть как раз здесь этапы, ну, давай тогда ты начнешь. Да. Ну, во-первых, надо определить, что такое трансформация. И для меня трансформация, это когда вот самое простое, это показать черный ящик, человек в реальности А, который может быть описан чем-то конкретным, объем денег, количество сотрудников, эффективность бизнеса, уровень отношений в семье, где человек живет, как живет, уровень здоровья, это вот реальность А, мышление А и поведение А. Проходя через некий черный ящик, мы выходим в реальность Б с мышлением Б и поведением Б. Вот это трансформация. То есть трансформация это значимое изменение внешней реальности, сопровождающееся изменениями внутренними. Да, вот это определимся, что такое трансформация. Если мы говорим про алгоритм, то выглядит он примерно так. Первое, мы все время находимся в наблюдении. То есть вот очень важный нулевой шаг, это такой внутренний радар, который сканирует все внутреннее и внешнее, что бы ни происходило. Да, я все время наблюдаю, 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 вижу, а затем моя задача зафиксировать похоже как на фотоаппарат или как скриншот что-то значимое. То есть значимым является то, что либо ведет меня к цели, может помочь, либо то, что блокирует ну, цель. И как только что-то происходит в реальности, в событийности, например, какой-нибудь конфликт, какой-нибудь разговор, или когда третий раз у тебя уже украли деньги, например, или особенно, когда это начинает повторяться, ну, что-то начинает повторяться, это называют там деструктивными сценариями, паттернами там и так далее. Вот действительно, как узор это уже начинается, то есть один раз, второй раз, третий раз, ты понимаешь, блин, что такое? То есть это такое повторяемое стрессогенное событие, с которым ты не можешь справиться и которое ты не можешь игнорировать, которое точно обуславливает твою жизнь. Когда это происходит, это как бы такой подарок. мы это такое окей, зафиксировали, увидели, назвали. Очень важно это как-то назвать для себя, чтобы у этого, вот этого всего появилось какое-то название. Это может быть какое-то рабочее название, например, там, у меня воруют деньги, например, сотрудники, или что-нибудь еще. Или там, меня постоянно там предают партнеры, например, ну, например, так, да, или там, в личной жизни там попадаются токсики, там, поэтому не складываются отношения. Вот мы вот это назвали. Затем очень важно себя спросить, а как я вижу точку B? То есть, а как по-другому? А что в моем представлении является гармоничной версией вот этого? И есть ли у меня в окружении, есть ли у меня вообще в голове картинка того, как я хотел бы? Это... Одно из ключевых вообще. Да, это называется образ результата. Да, по Анохину как раз это называется акцентер результата действия. То есть, это такой шаблон в мозгу, по которому я пойму, а что я хочу, в какую реальность я хочу попасть. По факту, это выглядит так. Например, у меня проблемы с командой, я не могу выстроить команду, но мне нужна команда, как у там, у Лата, или как у Вити там, и так далее. Вот, соответственно, или там, как у нескучных финансов, да, например. Вот. Я же знаю, как у нескучных финансов. То есть, я там был, то есть, у меня мозг все это зарегистрировал, соответственно, я такой, вот как мне надо. Если у меня будет так, как у них, а что так, как у них? Такие люди, такие коммуникации, такая ответственность, такой разговор, такие результаты. Вот, значит, по сути, я трансформировался в этой области. Если нет у этого образа результата, или мы не можем его сказать, то, на мой взгляд, все это будет работать гораздо сложнее, или не будет работать вообще. Потому что мы понимаем, как мы не хотим, но мы не понимаем, как мы хотим. И если для нас нет ни одного ориентира, тоже это звоночек. Ну, как бы ориентиры точно есть, но почему-то нам выгодно их не видеть. Поэтому очень важно, чтобы внутри появилось, куда иду. Да. Потому что очень многие проработки делают, там, какие-то психологи, в общем, все, что только можно, из морковки сзади. Да. Я пришла к тому, что не работает. И вот тебя слышу, что так и на месте. Да, и при этом важно понимать, что из головы очень сложно будет ее родить. Потому что все, что ты родишь из головы, это будут твои собственные архивы. То есть это вот в этом парадокс. Поэтому ты не сможешь придумать чего-то принципиально нового, чем то, что в тебе уже есть. И поэтому как раз другая часть протокола, и то, что мы там тоже практикуем периодически, и там, вот когда я там с людьми работаю, я отправляю человека на экскурсию. Я говорю, иди, формируй насмотренность. Физически это значит так, что надо прям физически переместиться к другому человеку, который является уже воплощением результата, который тебе нужен. Ты должен провести с ним критическую долю времени. 5, 10 часов, 20 часов. Задавать вопросы, наблюдать все, смотреть, ходить хвостиком. Понятно, да? И это и будет формировать этот образ результата. Если он есть, появится у мозга конкретный ориентир, куда ему нужно переместиться. Вот. Поэтому это такой еще один важный шаг. Следующий шаг, это признание, во-первых, своего авторства, что это то, что с тобой происходит, это конкретно с тобой происходит, и ты имеешь эту ответственность. То есть, это, по сути, воплощение твоего внутреннего содержания. Да, что ты причина. Потому что пока мы не приняли, что ты причина, мы не можем это поменять. Мы уходим тогда в жертвенность, мы уходим тогда в несправедливость. За что мне это говорила я? Эго-механизмы, да, как раз то, что со мной мир поступает несправедливо. Да, все. Значит, я ничего не мог сделать, значит, я никак это не инициирую, то есть, а это неправда. И поэтому в данном случае точно нужно принять свое такое авторство. И следующим шагом сказать, что если я причина, значит, мне и менять. А чтобы менять, первое, что нужно, это выделить на это время. Принять решение, инвестировать туда время, деньги, внимание, энергию. И вот в нашей тусовке это звучит так. 50 часов, 100 часов. То есть, выдели 50 часов на изменение этой области или там 100 часов, из которых процентов 20 точно нужно потратить на формирование насмотренности, на образ результата. То есть, если ты хочешь хорошую команду или если ты хочешь систему в своем бизнесе, или если ты хочешь высокую маржинальность, например, или если ты хочешь меньше работать и там жить в легкости, welcome, потратить 20-15 часов рядом с теми людьми, которые уже попадают под твой желаемый образ. Вот. Это очень важно. Потому что в этот момент, когда ты находишься в эпицентре, первый, твой мозг понимает, о, так бывает. Второе, о, он живой человек. Он и обесценивает одновременно, он думал, что тут какой-то космос, а тут ничего особенного. И в то же время он понимает, что раз он смог, значит, и я смогу. И это и мотивация, и принятое решение, и трансформация убеждений, потому что раньше я не думал, что там человек, например, за 150 тысяч рублей может быть настолько профессиональным. И тут я вижу человека, у которого зарплата 150 тысяч рублей, а он вот такой вот профессионал. Значит, так бывает. Значит, и мое убеждение тоже перепрошивается в это же время. Поэтому, когда мы решаем инвестировать там 100 часов куда-то или 50 часов, то процентов 20-30 мы инвестируем в насмотренность. Следующий пункт этого протокола это работа, ну, я это называю шахматка. Это когда ты встраиваешь этот вопрос, твою задачу, цель в расписании. Очень важно строить расписание. Вот мое расписание состоит из квадратиков. Это таймслоты в Google календаре. Да, вот у меня плюс-минус так же. Ну, у меня полегче, наверное, слава богу. Я этим не горжусь, потому что вот недавно я не горжусь этим. У своих друзей, предпринимателей как раз тоже брал такое интервью. Говорит, покажите свой календарь. А у него там два квадратика, все остальное пусто. Не напишу этих людей. Да. Отрицание, мозг отрицает. По протоколу. Да. И вот такие же квадратики. Твоя задача одни квадратики заменять на другие квадратики. Не строить иллюзии, что если ты этому вопросу не будешь уделять время... Я вот на этом этапе чувствую. Я со своими отношениями. Да, то вопрос не сдвинется. То есть этому нужно уделять время. Поэтому возникают вот эти вот таймслоты. Дальше, что важно в этом протоколе, то, что стоит работать комплексно и многоуровнево. Что я имею под этим в виду? Например, решая любую проблему, я точно начну с тела. То есть я пойду к телесно-ориентированному терапевту и прямо буду говорить. Вот я сейчас там команду прорабатываю. Давай. И он будет прямо меня там жамкать, будет обнаруживать, где у меня в теле сосредоточены определенные там эмоции, спазмы там и так далее, и так далее. А как ты понимаешь, какой инструмент? Или ты по всем фронтам? У меня есть действительно метод такой ковровой бомбардировки, но при этом за годы у меня есть уже набор специалистов и методик, где я видел, что после работы с ними менялась моя событийность. Сейчас я про это еще скажу. поэтому слои, которые я выделяю, это телесный слой, энергетический слой для тех, кто открыт к этому, психологический слой, слой убеждений, установок, слой компетенции, конкретных знаний, слой действий и так далее. То есть есть разные эти слои. И что нам нужно? Нам нужно вот эти 100 часов или 50 часов распределить между разными слоями. Это значит, что здесь я буду ходить к психологу, здесь я поеду на экскурсии, здесь я буду работать с трекером, которого я нанял, здесь я пойду на обучение по этой теме, чтобы впитать твердые знания, здесь я пойду на интенсивную какую-нибудь программу пятидневную, съезжу нон-стопом, а тут я буду медитировать. Все на эту же тему. И вот когда мы так комплексно идем по всем фронтам сразу, то дальше крайне важная задача делать это, во-первых, а вторая задача опять наблюдать. И вот последняя часть такого протокола у меня это маркеры или маркеры трансформации. Вот есть там людям известны, как правило, онкомаркеры, например, это предвестники онкологического заболевания. Ну вот там уровень лейкоцитов, там свертываемость, там несвертываемость, ну всякие там другие. Здесь та же самая идея. То есть есть предвестники, есть такие индикаторы, что, видимо, изменения происходят. И вот я выделил вот эти вот индикаторы. То есть это ощущения, ощущения телесные, ощущения чувственные, эмоциональные. То есть это, по сути, новые ощущения. Вот я смотрю, как-то я по-новому себя чувствую. Интересно. Но мысли. Раньше мне такие идеи не приходили в голову. Да, раньше я так не думал, а вот теперь так думаю. Отношение к предмету. Если раньше ты не выносил чего-то или там, да не дай бог, например, крипта, да не дай бог, это мошенничество. Теперь у тебя часть портфеля в крипте, да? Ну вот, как бы, это значит, поменялось отношение к чему-то. Да? Или кого-то ты ненавидел, а теперь ты пошел к нему учиться, да? Ну вот, это говорит о том, что поменялось отношение к чему-то. Следующее, это реакция, то есть это когда ты по-новому реагируешь на старые стимулы. Раньше кто-то тебе сказал, ты бы обиделась, а теперь ты спокойно, не обижаешься. Раньше ты бы начала оправдываться, теперь ты не оправдываешься. Раньше ты бы сказала нет, теперь ты говоришь да. Раньше ты говорил да, теперь ты говоришь нет. То есть по факту это новая реакция на старый стимул. Ну, а дальше это новые результаты, новые люди, новая событийность. То есть вот когда ты видишь, наблюдаешь, что-то реально начало меняться. Извини за кламбур. И вот этот простенький такой протокол. Наблюдать, поймать, назвать, принять. Принять решение инвестировать время, выделить время, распределить это время в расписание, перестроить расписание. Это некая плата, что тебе это на самом деле важно, а не на словах важно. Идти по разным слоям, по разным уровням, и наблюдать за маркерами. Вот, все. Так можно трансформировать любую тему. Слушай, ты разложил, конечно. Хочется сказать, поаплодировать, потому что я как к этому пришла. Я просто, ну, типа, очень результата хотелось. То есть вот то, что ты рассказываешь, я понимаю, что я интуитивно это делала. Последний вопрос. Мы на самом деле финалим. Для тех, кто еще не такой осознанный, что ли? Ну, то есть, кто еще не настолько... Я не считаю себя осознанным. Я отталкиваюсь от мысли, что у меня низкая осознанность. Так выгоднее. Хорошо. Но я, наверное, знаешь, говорю про то, что когда ты вот уже какую-то пробил количество частей, и ты веришь в то, что ты можешь поменять. Ну, то есть, а есть те, кто беспомощными себя чувствует, и они даже не верят, что могут поменять. Да. Потому что много-много раз не получалось, и непонятно была причина-следственная связь того, что не получалось. Да. Вот какие три-пять шагов ты бы сделал, если бы все вот дно, депрессия, сижу, кажется, что все плохо? Ну, первое, все не так плохо. Почему? Отвечу. Потому что, ну, значит, этот человек нас сейчас смотрит. Если бы было все реально плохо, он бы не смотрел. Тот факт, что он смотрит этот контент, уже говорит о том, что в нем возникает надежда, интерес, чтобы что-то поменять. Поэтому в этом смысле я просто отправляю такую мысль. Это причем огромный шаг. Он в моменте не кажется таким важным. Ну, чего там, смотрю просто. А вот нет. Тот, у кого реально все плохо и безнадежда, и там, где надежды не пахнет, не будет смотреть это видео. Он будет смотреть другие видео. Да. Поэтому это первое. Второе. Очень важно как раз продолжение этой же мысли. Почему-то на ты хочешь сказать. Ты сейчас смотришь это видео, да, потому что ты интуитивно чувствуешь, что тебе нужно что-то новое. Какой-то вот среда, контекст, мысли какие-то, новые идеи. И правильно делаешь. И новое можно усилить через новых людей. Поэтому вот эта вот вся депрессия, дно и ходьба по кругу возникает, когда ты один. Ты, по сути, один в своей, в своем таком темном подвале, ты ходишь по кругу, и проблема как раз ходьбы по кругу в том, что у тебя нету контакта с миром. Ты можешь, безусловно, ходить на работу, ты можешь что-то с кем-то общаться, но, по сути, ты выполняешь просто везде автоматизм. То есть ты автоматически ведешь себя как NPC такой в компьютере, персонаж, который вот по алгоритму действует, и все. И поэтому очень важный шаг это найти себе других людей. То есть найти других. Это может быть друг, это может быть напарник, это можно впилиться как раз в какое-то обучение. Это может быть какая-то группа. И почему? Потому что как раз наблюдение за другими людьми, получение поддержки от других людей, обратной связи от других людей, вообще соприкосновение с мышлением других людей, это и есть самый главный такой катализатор выталкивания из кризиса. Только, конечно, нужно найти правильных людей. Кто такие правильные люди? Это те, которые стремятся к какому-то развитию. Вот те, которые развиваются, те, которые не обесценивают развитие. Те, у которых, наверное, уже чуть есть то, что ты хочешь иметь. Да, те, у которых получается. Да, или те, кто на пути к этому. Ну, то есть, в этом смысле нужно найти развивающее окружение. Это может быть очень шаблонная и банальная мысль, но именно это действие потом, впоследствии, когда ты из кризиса выберешься, будет ключевым. Что ключевое было, когда вот я пошел к этим людям. Каким людям, я не говорю. То есть, у кого-то это может быть какой-то, вспомнить сейчас знакомый, который как-то классно двигается по жизни, и можно с ним посоветоваться и через него попасть в какую-то новую компанию. Где-то кто-то может пойти куда-нибудь на обучение, кто-то может спилиться куда-то там в какой-нибудь мастер-майнд. И в этом смысле надо обнаружить, что огромное количество есть в меню таких возможностей. Платных, бесплатных, недорогих, дорогих, сверхдорогих, но меню огромное. То есть, это не то, что некуда идти. Опять же, это некуда, это мысль в твоей голове. Если прямо сейчас просто загуглить, посмотреть, а вообще что есть, окажется, что это огромное многообразие. Вот. И третье, нам очень важна микропобеда. То есть, мы начинаем выбираться тогда, когда начинается движение. То есть, вот вообще задача запустить движение. То есть, по сути, создать новую тенденцию. Не столько вот сразу какой-то результат, а сделать какой-то сдвиг. И в этом смысле нужно прямо понять в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь, как желательно там в какой-нибудь недельный, двухнедельный период зарегистрировать микропобеду. Потому что это микропобеда даст следующую микропобеду. И так далее, и так далее. Вот таким образом вот этот, это похоже как на то, как мы открывали банки с вареньем из подвала. То есть, она уже заржавела вся, ее очень сложно сдвинуть, но когда вот ты вот этот вот сделал, то дальше она уже открывается легко. И вот то же самое. Потому что, что такое кризис, что такое дно, что такое ходьба по кругу, это прежде всего, психологическое явление. То есть, это ничего общего не имеет с физической реальностью. То есть, это феномен внутричерепной. Внутричерепной феномен. Слово сегодняшнего подкаста. Да. Ну, на самом деле, не только внутричерепной, да, там нервная система окутывает все тело, и область психики, я не считаю, это что только там сосредоточено в теле. То есть, мы можем там в разных измерениях это вообще может происходить одновременно, да, но так упрощенно, то надо понять, что вся ситуация, она исходит изнутри тебя. Получается, первое. Люди. Люди. Второе. Победа. Победа. И третье. И оно же было, по-моему, первое. А, контент. Типа, круто, что уже смотрят контент и есть идеи. Второе, это люди. И третье, это микро-победы. И начать, в принципе, ценить маленькие шаги, ставить себе маленькие зелененькие галочки. Да, еще важно понять природу кризисов. Зачем они вообще нужны? Потому что мы их не любим, но по факту, что происходит в кризисе? Кризис очень похож на забучие пески. Вот когда мы начинаем телепаться, а еще хуже становится. Вот когда кризис. То есть, мы начинаем какую-то суету разводить. А становится еще хуже, мы как вязнем, 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 вязнем. И вот контринтуитивное действие это сдаться. Это завязанность прям. Это вот провалиться прям сквозь песок. Потому что, что мы делаем? Не принимая как раз причину, по которой кризис случился, то есть это часть своей неправоты и неадекватности, держась за свою правоту, которая почему-то чему-то в нас очень важна. Назовем это эго-конструкциями. Мы начинаем продолжать делать не те действия. Мы продолжаем делать неадекватные действия и еще больше закапываемся. А как с собой честно разговаривать? Прежде чем честно с собой разговаривать, надо как раз сдаться. Это очень сложное такое понятие, а как это сдаться? Но вот метафорически это так, это вот прекратить трепыхаться, принять просто все, что я чувствую, и как это в мастере Маргарите, правда в том, что у тебя болит голова. И правда в том, что тебе больно. Правда в том, что у тебя кризис. Правда в том, что у тебя не получается. И вот эта точка как раз это правда. А правда становится обязательной, то есть ты не можешь ее игнорировать, если боль становится невыносимой. поэтому если ты не сдашься, то жизнь тебя допушит до тех пор, пока уже болевой порог будет просто неотвратим. Поэтому можно подождать и сдаться попозже. Можно сдаться уже сейчас. Когда я говорю, сдаться, это не значит скинуть себе ответственность за ситуацию. Это не значит, что нужно ничего не делать. Сдаться, это принять, что я могу быть фундаментально неправ. Принять, что я могу быть вообще неадекватен. Принять, что да, но часть во мне может вообще не работать. И когда мы сдаемся и мы проваливаемся сквозь песок, на самом деле мы проваливаемся в свою внутреннюю территорию, то есть внутрь себя. Для этого нужен кризис. То есть кризис это такая приглашающаяся, приглашающая к самоисследованию воронка. Контакт с собой восстанавливается. Да, то есть у нас начинается какая-то проблема, и я начинаю крутиться, 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 и прихожу к себе. И дальше я открываю себе какую-то новую важную истину. И потом я понимаю, что не будь этого кризиса, как бы это еще со мной произошло. Он просто создает давление такой степени, которую ты уже не можешь игнорировать. Если ты сам давление такого создавать не можешь, окей, создаст кризис. В этом смысле кризис. Классный чувак. В общем, на этой ноте любви к кризисам, друзья, и умению в этот кризис смотреть с радостью, что классный кризис, мы с вами завершаем. Напишите в комментариях, если вы здесь еще досмотрели до конца, какая мысль затронула ваше сердечко, и мы с вами прощаемся. Спасибо большое, Миша, спасибо тебе. Спасибо, Оля. И пока-пока. Good? Супер. Love, peace.